Добрый день, меня зовут Ольга Павлова. Это программа «Сумма. Мнений» на ЕТВ о городе с большой буквы. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, очередная история, на самом деле очередная по теме нашего транспорта и нашей транспортной реформы, которая вот так вот возвращает нас к этой теме, на этот раз с позиции совершенно неожиданной категории пользователей общественного транспорта, с позиции детей, которые вдруг стали, ну их родители, конечно, не они сами, стали тратить значительно больше денег. Будем сейчас в этом разбираться, действительно ли стали тратить больше, как ситуация обстоит в других российских городах, таких же крупных, как Екатеринбург и даже крупнее. И посмотрим на то, кто в конце концов прав. Те самые родители, которые вдруг что-то, не знаю, стали жадничать или действительно эта сумма объективно велика. Итак, я рада приветствовать гостей в этой студии. С нами сегодня неожиданно Марина Сухогузова, журналист ЕТВ, моя коллега, ну и эксперт по транспортной теме. Марина, ты последние сколько лет уж эту тему ведешь? Три года уже почти, слежу за всем, что происходит. Все транспортные вопросы, стало быть, к Марине сегодня. С нами сегодня Денис Резниченко, доцент кафедры государственного муниципального управления УРГУ, кандидат социологических наук. Денис Владимирович, добрый день, спасибо, что нашли время и доехали к нам. И Анастасия Владимировская, мама ученика, та самая мама, которая стала тратить больше. Сейчас нам свою калькуляцию приведет, правда, Анастасия? Добрый день. Ну, собственно, давайте с вас и начнем. Когда вы ощутили? Ну вот, вроде бы, в последнее время каких-то повышений ощутимых не было. Я так понимаю, что дело было в школьных каникулах, да? И вот сентябрь прошел, и вы вдруг поняли, что... Да, вам, во-первых, спасибо, что привлекаете внимание к этой теме, потому что пока она до этого времени замалчивалась. В расчете на горячие комментарии споры, разумеется. Проблема действительно существует, и появилась она именно... Точнее, появилась давно, а сейчас она наиболее, получается, остров стала, потому что в мае, когда подняли стоимость проезда на метро, детям дали доездить по тому проездному. То есть за тысячу мы... Тот учебный год еще. Да, до конца мая дети отъездили без проблем, хотя другие уже начали ездить дороже. Плюс летом мы ждали, что все-таки власти что-то придумают, разговоры об этом какие-то ходили, что к учебному году для детей что-то добавят, какой-то единый проездной все-таки создадут. Но в сентябре мы ощутили в полной мере, что никто ничего думать не стал. Мы писали лично, я, другие родители, студенты лично писали в комитет по транспорту. Все получали, в общем-то, одинаковые отписки. Вот вам прайс. Все, больше мы ничего сделать не можем. А у вас есть какой-то там круг, чат или... Вы знаете, его не было. Он буквально со вчерашнего дня появился. До этого это просто обсуждалось в интернете. У меня есть информация, что 80 подписалось, 80 человек. Но это ведь немного, прямо скажем. Смотрите, мы когда... Особенно если это мама и папа из одной семьи. ...что ничего не происходит, я думаю, я объединю все эти мнения и напишу обращение. Ну, для начала, что мы в общественную палату напишем. Думаю, 5-10 подписей наберем, все хорошо. Написала, что вот будем писать. Тут же 80 человек подписались вместо 10 уже. За вчерашний день еще 200 подписались. То есть на сегодняшний момент уже 300 подписей. И это мы специально их не собирали. То есть и студентов еще мы особо, скажем так, не опрашивали. А у них проблема та же. Поэтому проблема на самом деле для очень большой части населения. Плюс, ну, существуют разные мнения. Кто-то думает, что не надо школьникам никуда ездить. Но школьники вырастают в студентов. И все равно эта проблема приходит, никуда не девается. Но это часть населения, которая курсирует между Уралмашем, Центром и Ботаникой? Или все-таки не совсем корректно так говорить? Не совсем корректно так говорить. Потому что пишут очень много и мне пишут, и в отзывах я читаю. Да, у меня вот как бы я даже сделала. Где вот здесь у нас люди пишут из области даже. Студенты, им удобнее на метро добираться. Они на вокзал приехали, им до учебного заведения на метро. В принципе, с расположением метро в нашем городе получается, что до какой-то станции конечной добирается человек автобус, трамвай, трамвай. Университеты, подготовка к университетам, хоровые училища у нас. То есть все сосредоточено в центре. Соответственно, у нас всегда в центре пробки, соответственно, на метро быстрее. Альтернативные виды транспорта. Чего бы не добираться до того же центра на автобусе? Вот и я вам и говорю, что получается, что у нас, кроме того, что это, во-первых, быстро и удобно, и школьник может чуть дольше отдохнуть. Чем он с Эльмаша поедет до Юго-Запада на автобусе, час-полтора будет добираться на метро, минут 40-50 выходит. Наверное, уж не у многих эльмашевцев в школу на Юго-Западе, наоборот, или есть и такие? Да, это я как пример, что по времени получается экономия 20-30 минут для наших школьников. Это актуально, потому что они с утра в школе, потом они на допах, потом они приезжают, уже практически никакие, а им еще делать уроки. Поэтому каждые полчаса нам важны, как родителям. Во-вторых, безопасность, опять же, да. Он доберется раньше, он приедет не в 9 вечера, а в 8. Тоже вариант. Плюс в метро, тоже даже в комментариях читала, там полиции больше, там спокойней родителям. Итак, ваши расходы выросли на сколько? Ну, у нас, получается, в том году мы ездили за тысячу, да. Сейчас у меня, получается, минимум полторы. Это не безлимит на метро, это несколько поездок на метро. Посмотрите, у меня тут какие цифры есть. От Екатерины Петровой, общественника-юриста, который чуть позже появится в студии. Вот очень наглядно. Санкт-Петербург, я называю сейчас проездные, которые включают в себя безлимит по метро, либо какое-то фиксированное, как в Москве, количество поездок, 70 поездок на метро и безлимит по другому транспорту. Но в любом случае это наиболее такая красочная альтернатива из других городов. Итак, Санкт-Петербург, школьники и студенты, 515 рублей в месяц. Москва, безлимит на все виды транспорта, 655, Новосибирск, 850, Казань, 486 и Екатеринбург, почти 1800 рублей. С учетом, если ребенок или студент, школьник или студент ездит 3-4 раза на метро в неделю. Верно? Такая калькуляция. 1800. Еще нужно один момент. Кроме того, что дороже стало, стало еще и неудобно, потому что этой же Е-картой школьник в метро заплатить не может. Соответственно, ему покупается отдельная Е-карта, обычная, общегражданская, и он ездит в метро без скидок, как положенных школьнику. Он не может скидками воспользоваться никак. А если, как из комитета по транспорту отвечают, пусть пользуются электронным кошельком, там действует скидка. Но там нет безлимита. То есть там за каждую поездку платишь. Я посчитала, что если электронным кошельком пользоваться, ездить с пересадкой с одной в день, один на автобусе, потом на метро, два раза куда-то съездить, в центр, два раза, например, в школу, и потом на дополнительное какое-то занятие. Каждый день, если берем, 4-4 800 в месяц. Финансовая нагрузка на настроение жителей наверняка влияет самым благоприятным образом в наши и без того не самые простые экономические времена. Чем это грозит? Ну, дело в том, что по вопросам, которые проводят социологи, и в ЦИОМ в частности, на первом месте среди проблематива, это, конечно, снижение уровня доходов у россиян на сегодняшний день. Более 25% жителей отвечают, что эта проблема является первоочередной. Поэтому, исходя из средней заработной платы по городу Екатеринбургу, если брать данные на начало года, это чуть больше, чем 32 тысячи рублей, та сумма, которую коллега озвучивает, да, 4 тысячи, мы видим, что это существенная нагрузка на семейный бюджет, тем более, если несколько детей, школьников, то, конечно же, 4 тысячи, это, наверное, превышает даже в ряде случаев и коммунальные расходы семьи. Поэтому, конечно, это проблема актуальная. Это малолитражку заправлять, слушайте. Это малолитражку заправлять, и при этом учтите такой факт, что по данным, опять же... И неплохим бензином, в общем-то, если много не ездишь, вполне себе надо, там, ну, это возмущение в такой форме у меня. Опять же, масштабы проблемы, которые мы разбираем, я специально посмотрел статистику по пассажиропотоку в метро. Ой, сейчас Марина подключится, да. Да, школьники, по, опять же, данным метрополитена, это 1% пассажиров в день, еще плюс 3% это студенты. Если говорить об абсолютных цифрах, то школьники в день, средняя цифра, это 1600 человек, да. Как мало остальных ходят пешком? При этом мы говорим о какой-то... Остальных школы рядом с домом? Остальных либо о школах рядом с домом, либо, ну, опять же, наше метро, как известно, недогружено, да, поэтому испытывает дефицит, наверное, пассажиров, в то время как мы, собственно, не идем навстречу даже такой социально незащищенной, я бы сказал, категории, как дети. Ну, чем-то это грозит, вот так вот, тут такой отчаг недовольства, тут, казалось бы. Ну, разумеется, разумеется, это вызывает рост социальной напряженности, с одной стороны, и правильно отмечалось, что это влияет и на безопасность детей, потому что как раз сейчас ехал в метро, в студию, видел рекламу, опять же, метрополитена, где было написано, что нет опасных перекрестков, что досмотр багажа и видеокамеры, да, и в силу последних событий, которые в России произошли, трагические, да, связанные с трагедией в Самаре, да, в Саратове, прошу прощения, сносить гаражи, да, там приказал градоначальник, ну, опять же, усиливает актуальность этой проблемы. Ну, попробуем защитить как-то транспортников метро, и нет, никак не удается? Никак, никак не защитить, то есть, я сейчас немножко на полгода назад, в общем, проезд повысили, проезд метро повысили 15 мая. Все мы помним, что происходило 15 мая, почему? Нет, что? Были события в сквере, и тогда всем было не до метро. И неделя моему ребенку, да, хотя я следила за происходящим так. Тем более, вот, и все внимание было на сквере, из-за этого внимания на метро никто не обращал, ну, то есть повысилась цена до 32 рублей, причем... Ты думаешь, это целенаправленно произошло в тот период? Нет, нет, это целенаправленно в тот период произошло, это произошло, потому что, вот, Минтранс согласовал такое повышение цены на проезд, причем это была инвестиционная добавка, 4 рубля с каждого билета, поэтому... На новые вагоны, ну, то есть, мы на эти деньги новые вагоны покупаем или ремонтируем старые. Из-за этого, вот, именно за то, что это инвестиционная надбавка, ее никак нельзя терять, метро исключили из всех проездных, вообще из всех. То есть, теперь абонементы на метро купить невозможно, потому что каждый должен за каждую поездку платить 32 рубля. Такая логика. Вот. Вот. Естественно, когда метро убрали из Е-карты, у всех появились вопросы. Ну, то есть, у всех, кто... Подожди, я не понимаю, на метро сейчас отдельные как-то? Да. Да. За метро невозможно заплатить, если у тебя проездной. То есть, тебе нужна либо отдельная Е-карта на метро, либо плати телефоном, либо покупай каждый раз жетоны, что-то такое. И из-за этого, когда убрали, естественно, все из всех проездных, мы задали вопросы, естественно, ну, кто следил, там, три человека, нам сказали, что мы не смогли посчитать так, чтобы... Ну, то есть, они, конечно, не сказали, мы не смогли, но просто по всем нашим расчетам мы решили просто не включать Е-карту в Е-карту метро, чтобы не возрастала стоимость абонемента, ну, то есть, проездного, или еще что-то в этом духе. Но я подозреваю, что они просто не смогли посчитать, как бы так сделать, чтобы каждая поездка на метро все-таки оставалась 32 рубля. Вот. Либо заморачиваться не стали, либо... Это ответ транспортников администрации? Или это метро-политен, именно? Все говорят, ну, все, кто имеет к этому отношение, то есть и сеть, которая обслуживает Е-карту, и администрация, что мы убрали метро, потому что все должны платить 32 рубля. Что значит, что они не смогли посчитать так, чтобы включить все-таки в проездной... Есть какой-то сценарий, ну, вот ты эксперт в этой теме, чтобы сейчас... Нет, это что. Нет, какой сценарий? Ну, то есть нет никакого... Ну, какой, ну, вагоны купили, хорошо же все рады? То есть, понимается, или... Всегда есть на что нам тратить деньги. Вот, то есть, я однажды, я написала... Включая родителей школьников. Да. Я однажды написала текст «Транспортный ад», после которого бомбануло у всех. И там я задавала ряд вопросов, в том числе, там, что мы будем делать, когда мы все вагоны поменяем, все вагоны отремонтируем. Второй день. Построим еще три ветки. Построим еще 33, наверное, ветки, да, у нас молятся на метро. Ответа не было на эти вопросы. Ну, то есть, администрации проще не отвечать на вопросы, на прямые вопросы о том, что будет происходить с метрополитеном. При этом мы точно знаем, что пассажиропоток падает. В том числе из-за вот таких мер. До этого была еще одна несправедливая мера. У нас есть... Ну, да, Анастасия же говорит за эфиром, прошу прощения, что, ну, ребенок перестал ездить на метро лишний раз, верно? Лишний раз, да, потому что, ну, в целях экономии. Плюс, опять же, по отзывам я вчера почитала, пенсионеры ругаются. И многие очень пишут, что перестали ездить в метро. Это потому что, ребенок сам принимает решение о том, что он экономит? Ну, как сам принимает решение? Я купила проездной, сказала, вот, езди на метро в крайнем случае, а куда деваться. То есть, у нее вторая карта есть, где просто деньги лежат. То есть, метро таким образом лишается еще какой-то части пассажиропоток? Оно же лишается не только студентов, школьников, потому что из проездных пенсионерских тоже убрали это, и из льготных проездных тоже убрали. Ну, то есть, все льготники, кто у нас есть, они все потеряли метро. Ну, то есть, за метро... А это на фоне того, я сфокусируюсь, что метро у нас и так не сильно загружено. Это корректно говорить? Ну, да. У нас пассажиропоток падает. Падает. Пенсионеры – это 15% пассажиропотока. И я вот еще просто сравнивала, да, тут же, ну, ладно, мы не берем Москву, Санкт-Петербург, мы берем Казань, Новосибирск. Примерно то же самое количество населения, примерно, ну, чуть больше ветки метро. У них проблем нет. У них метро в Новосибирске 11 рублей для школьника поездка, для взрослого 22. Какой хороший город. Мы прервемся буквально на несколько секунд, и сразу после этой паузы небольшой встретимся с новым гостем в этой студии. Екатерина Петрова, юрист, член общественной палаты, появилась в этой группе. И традиционно к Екатерине вопросы в таких случаях, конечно, но что можно посоветовать? Это вот чисто юридически по букве законы сейчас родителям делать. Нет, ну, в принципе, родители, на самом деле, все правильно делают. Хотя там родители, пенсионеры и другие льготники. То есть все, в общем, люди, кого затрагивают. На самом деле, меня же тоже это затрагивает, потому что у меня сын учится в колледже, и он ездит в ЖБИ, вот, и тоже бывает с пересадками, вот, и расходы только на проезд без метро, причем где-то там в районе 1200, там полутора тысяч у меня тоже выходит. По поводу того, что сейчас делать. Ну, мы в общественной палате уже ведем подготовку, скажем так, к каким-то мероприятиям, которые мы видим в этой ситуации. Я думаю, что мы будем делать, ну, вроде что-то круглого стола. В рамках общественной палаты пригласим обязательно все стороны этой истории. Это будет и комитет по транспорту, и, конечно же, представители метрополитена, Министерство транспорта областного, которые утверждали тарифы в итоге. Не будем скрывать, мы на ты, да. Ты веришь, что можно что-то исправить? Почему нет? Во-первых, ну, то есть, во-первых, мне очень интересно было бы пообщаться с представителями метрополитена в таком формате. Потому что мне интересно, спустя полгода, с момента введения... Это контактные люди? Да? С момента введения вот этой инвестиционной надбавки, что было здесь, сколько было получено денег, и на что они были распотрачены. Но покупку новых вагонов я не припомню, потому что я смотрела последние контракты, у них действительно был какой-то ремонт, по-моему. Да, я помню, какие-то сюжеты. Что-то было? У меня несколько ремонтов, да, было. Было несколько ремонтов. А, ремонт вагонов был, да. Да, да, да. Там сумма, там, миллион триста где-то. Это ремонт старых, а не покупка. Ну, такой, капитальный. Вот. Хотелось бы посмотреть, то есть все ли действительно деньги были, ну, то есть сколько они собрали за эти полгода, именно вот с этих четырех рублей, с одной поездки. Вот. И учитывая, что там, я говорю, контрактов там было, ну, там, два или три, может быть, там они все в районе, там, миллиона-полутора, если я не ошибаюсь, к сожалению, не принесла с собой цифры. Вот. Соответствует ли это, в общем, тем затратам, которые понесли пассажиры метро. Вот. Ну, я, понимаете, у меня, конечно, очень предвзято отношение к этим всем историем с инвестиционными надбавками, потому что, особенно, которые вот где-то происходят у нас в городе, потому что достаточно вспомнить историю с инвестиционной надбавкой по... А, или там какие-то услуги ЖКХ, по-моему, там что-то было тоже с инвестиционными надбавками. Мне кажется, слушай, ну, то есть формула какая? Да, формула какая? Есть инвестиционная надбавка, она предполагает, что мы получаем какие-то дивиденды с этого, да? Нет, мы как бы инвестируем и получаем улучшенную инфраструктуру. И мы получили улучшенную инфраструктуру. Проблема в том, что если я не хочу инвестировать в метро, я не понимаю, почему я должна инвестировать в метро. Проблема в том, что нас здесь просили, да, хотите вы ремонт? Да, дело не в том, что хотим, не хотим. То есть должна быть какая-то конкретная, понятная программа развития метрополитена в Екатеринбурге. То есть существование просто... Мы помним, как у нас население на одну из программ транспортных отреагировало? Что ее вообще положили в дальний ящик до 2019 года? И очень зря, между прочим. Это абсолютно. Это когда было? В 2017 году или когда это принесли? В 2017 году, да, да. Ну, вот видишь, что получилось? Вот обсудили. Нет, я имею в виду, ну, потому что... Не та же ли это тема, что медицина, где лучше ничего не обсуждать с жителями? Ну, у нас сегодня уже Маргорода заявил. Я вот сейчас как раз пока ехала сюда, бежала, читала очередную цитату от Александра Геннадьевича о том, что если мы будем проводить опросы по каждой теме городской, то станет слишком много демократии. А я согласна с Александром Геннадьевичем? Я согласна. Я согласна тоже, что должны определенные, ну, то есть принимать решения должен профессионал. Но есть ли у нас эти профессионалы? Но говоря про метрополитен, я немножко о другом говорила. То есть я не говорю, что какая-то реформа, там, что-то такое. План развития. Что, ну, то есть, когда они добавляли вот эти 4 рубля инвестиционных, почему не показали людям свои расчеты, сколько нужно собрать денег на ремонт всех вагонов метро? Хорошо. Вот Анастасия сейчас скажет, вот это и это было проведено. Успокоит ли ее это? Ну, как бы бюджет семьи не пополнится. Нет, конечно. Нет, конечно, не успокоит. То есть, естественно, что нужно будет думать. Нужно будет... Вот профессионалов. Мы же зовем профессионалов. Представители метро, Министерство транспорта, комитет по транспорту. Это же они же себя считают профессионалами. И сегодня всех собрать, как минимум, за одним столом, чтобы одни отчитались, вторые искали свои претензии. Обязательно с присутствием родителей, конечно. То есть не только для того, чтобы снять какое-то вот это вот, скажем, там, напряжение. Не только ради этого, а чтобы они предложили какой-то план выхода из этой ситуации. Потому что людей это не устраивает. И я их прекрасно понимаю. Я поддержу любые протестные настроения, если они, ну, как бы, будут нарастать в этом плане. А нарастать будут, говорит Денис Владимирович, да? Ну, опять же, давайте определимся. Если речь-то идет о полутора тысячах человек в день, если говорить о школьниках, да? И вот какая инвестиционная привлекательность с этой суммой будет для городского бюджета. Смотрите, а вот такая история... Получается же, что она не работает, эта инвестиция. Ну, разумеется, что мы экономим-то на чем-то на спичках. В то же время, опять же, нагнетаем протестное настроение. У нас остается пару минут. Я бы даже возвысилась вообще на тему про... Отошла бы от нее. Сложнее материальность становится жить. Это очевидно. Понимаете, та же бы семья, может быть, не заметила, если бы там и у папы, и у мамы за это время была индексирована зарплата, или там, ну да, выросли доходы. Или расходы оставались там на прежнем уровне, и не росли по части приобретения продуктов питания и прочее, прочее, прочее. Если процентом соотношения посмотреть, сколько тратят те же там московские родители на московских школьников, и какие в Москве зарплаты, и почему у нас в два раза меньше официальная зарплата, но мы в два раза больше платим за проезд. Именно поэтому эта тема, как мне кажется, несмотря на эти, сколько там Анастасия говорила, 300 сейчас по офисе, она касается значительно большего, кто просто из солидарности готов будет поддержать. Потому что и там, и там становится дороже, и это все больше... Потому что, да, существует вот эта социальная несправедливость. Но если вернуться к транспорту, какие еще могут принести, на твой взгляд, на транспортную реформу проблемы? Вот где может... Транспортная реформа, если ее проводить без ума, то, конечно, она принесет кучу проблем. А пока что у нас самая-то большая проблема, на самом деле, с оплатой проезда. Ну, то есть, у нас очень высокая стоимость проезда, за которую мы получаем непонятно что. И в том числе по метро. Ну, то есть, в метро не изменилось ничего для нас. То есть, не увеличилось количество вагонов, они не стали чаще ходить, соответственно, из-за этого. Но мы платим на 4 рубля больше. Ну, кто-то там может платить на 4 рубля меньше, потому что у него карта МИР, а на самом деле, а все остальные платят 32 рубля. Что мы за это получили? Ничего. Точно так же повысили цену до 28 рублей год назад. Когда? Два года назад. Не получили мы ничего. Ну, то есть, ничего не меняется. Не меняются ни троллейбусы, ни трамваи, ни автобусы. Частники как ездили на своих развалюхах. Я не знаю, у них дорожают услуги подрядчиков, они хотят возить на безопасность. У них ничего не дорожает. То есть, сейчас у нас совершенно другая система, у нас контрактная система. И она... Причем, разыгрывают целыми лотами эти маршруты. И рынок именно частных перевозчиков очень сильно сузился. И транспорт — это, в принципе, убыточная история. Те, кто умудряется зарабатывать на транспорте, делают это, видимо, не совсем честно. Потому что, если учитывать там и подвижной состав, его соответствующее состояние, и кондукторов, и все вместе, то есть, и зарплата водителю, то это очень большие деньги, на которые они нет. Можно ли говорить о том, вопрос ко всем, что мы сейчас на некой вершине айсберга очередного транспортного в Екатеринбурге, вот по нарастанию негатива от пользователей? Конечно. А у нас идет транспортная реформа, как будто бы незаметно от нас. И чем дальше, тем... На самом деле, она не идет никак. То есть, они периодически меняют какие-то маршруты, меняют автобусы, например. Но люди, действительно, они же не делают это так, как это было запланировано. Но вот такой кейс, как сегодняшний, как вот эта история с недовольными родителями, она, в общем-то, вот эта обратная связь... А к ним сейчас еще присоединяются недовольные льготники, которым, возможно, это метро было удобно там... Как правильно сейчас повести себя городской администрацией с точки зрения снятия напряжения? Мне кажется, необходимо прислушиваться к мнению горожан, и, опять же, даже если переводить в экономическую плоскость, то я не понимаю вообще сути проблемы. Какие убытки потерпит городской бюджет и так при дефиците в 3,5 миллиарда рублей? Я думаю, что на школьниках и студентах вряд ли мы исправим эту ситуацию. Ладно, транспортную тему мы, разумеется, не заканчиваем. Я благодарю гостей в этой студии и оставайтесь на ИТВ. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...